Доброй ночи всем! Я читал, болели за Na'Vi. Но то, что возвращается команда Natus Vincere, не в обиду Hellraiser, за них тут тоже, понятное дело, что топим не меньше. Вроде коллектив тоже СНГ, и, конечно, будет интересно посмотреть, если и он выйдет. Но возвращение Na'Vi на мировую сцену, а вот то, что мы видели сейчас, по-моему, возвращение на мировую сцену исключительно, говорит уже о многом, и на International, наверное, будет на кого посмотреть. Ну и говорит о том, что не ошиблись менеджеры и владельцы Natus Vincere и Zero Gravity, правильно поступил, что с Artstyle наладили отношения, в итоге забрали его назад в команду. И как-то боевой дух сразу вырос, и интерес к игре вырос, и антимаг для хвоста тоже был пикнут. Чен опять будет для Artstyle, антимаг, скорее всего, для хвоста, Магнус, все, забыли вообще все, что я там глорил за Na'Vi, больше, в принципе, нет смысла, и так все понятно. Natus Vincere забирает себе антимага, и, скорее всего, хвост будет играть на данном герое. Магнус, скорее всего, будет для фаников сложную. Queen of Pain будет стоять на мидлейне, это для Dendy, Венш, Волспирит для Санейка и Чен для Artstyle. Со стороны команды Hellraiser, Снайпер, скорее всего, отправится в мид, давным-давно забыли уже об этом герое, удивительно даже, но Снайпер давно не появлялся. То меня тошнило от Снайпера, теперь тошнит от Тролль Варлорда, и, кстати, спасибо Artstyle, что Тролль у нас первый улетел в баню, потому что видеть его лицо уже просто не могу, мне ночами снится Тролль Варлорд, и жуть какая-то. И Шейкер, Даззл, Феникс также для команды Hellraiser. Ну, Феникс, я думаю, отправится в сложную у нас от Хейеров, хотя и Дредд может отправиться в сложную на Шейкере, а там Феникс посаппортит его немножко. Даззл пойдет саппортить того, кого сейчас выберут, именно Фантом Ассасин. Со стороны команды Hellraiser, Сей Афонид же отправляется в мидлейн на Снайпере. Ну, Фантом Ассасин для Артеса. Шейкер, скорее всего, думаю, для Дредда будет Даззл. Вот Даззл, ладно, я уже запутался в этих саппортах. Здесь, в принципе, все по Na'Vi понятно. Денди на Queen of Pain, Артстайл на Ченни, Санейка на Vengeful Spirit. Фаник, он же Глеб Башер, играет на Магнусе, и Хвост будет играть на Антимаге. Хейеры пока никого не забирают. Почему? Это какая-то интрига или мы что-то недопоняли? Может, просто там друг друга морально поддерживают. Поддержка им действительно нужна, потому что Хейеры прогорели. Прошлый раунд, прошлый матч, и пока что 1-0 проигрывают. Артес забирает себе Фантом Ассасин, Дредд таки берет Шейкера. Ну что? А здесь, что здесь можно еще делить? Горит забирает себе Феникса, пойдет на сложную линию вместе с Дреддом, и... И, и, и... И Гадем будет играть на Даззле. Какой уродливый скин! Кто это делал? Что это вообще? Давайте немножко поэкспериментируем. Комментатор Дез Профит, это все великолепно. Мега-убийство. Ну, давайте, наверное, пускай Лина у нас мега-убийство поозвучивает. Ну, а по интерфейсу ЕГЭ тут вообще ни при чем. Дота Синема тоже, наверное, ни при чем. Ну, и... А что? А больше и нечего брать. Вот такой вот ужас от Артеса тоже, в принципе. Да все, эксперименты окончились, все у нас стандартное. Просто будем наслаждаться Дотой. Ну, и слушая приятный голос Лины на... Мега-килл-стриках. Я надеюсь, они здесь будут. Тут, в принципе, персонажи такие, что к этому располагает. Во-первых, Артес здесь играет на Фантом Ассасин. Во-вторых, здесь антимаг для хвоста. И что один, что другой должны жечь по полной вообще. И хвост, по-моему, кстати, в навишенном сете. Если я не ошибаюсь. Да, хвост в навишенном сете. Как патриотично. Встреча на руне готовится у нас. На хэкграунде уже стоит Афониджи стрелять по Денди. Здесь Артес недалеко. И Артес, неужели заберет руну? Где баунти руна? Баунти руну в итоге забирает Фантом Ассасин. Артес на лоу ХП. Санейка выходит у нас на Артеса. Должны забирать Артеса на ФБ. Первый фраг для команды Нави. Разменяли Артеса на Винджи Фулл Спирит. У Денди нет. Отсюда Блинкаут. Денди потратил все, чтобы забрать Фестблат. Фестблат, конечно, забрал. Но в итоге два фрага забирают ХР на нижней руне. Хвост в это время наблюдал, как растут деревья в собственном лесу. Не пошел там файтиться. Ну что, забрали Санейка вторым фрагом. Первый фраг для команды ХР. Это Артеса. Это очень классно, что начинает Артеса со счета 0-1. Ну и дальше до Горца. И все, и Горца забирают Нави. И Артес впиливается здесь в антимага. Будут стараться его гнать. Гадем. Позен Тач уже запустил в антимага. В принципе, не критично. Первый левел. Гадем без Грейвай. Гадем без Шадоу Вейв. И можно, в принципе, ловить у нас Дазла. Хвост, я так понимаю, прекрасно это знает. Ну да, Позен Тач и не видели, что Дазл первого левела тоже все знают. Ну и здесь Артстайл. Давайте говорить с теми, у кого нет хила. Трипла стоит на нижнем лайне от команды HellRaisers. Отправили Триплу в сложную против антимага вместе с Санейка. На сложной для команды Нави стоит Фанник на Магнусе. Против него стоит Дредд. Дредд стоит соло в легкую. И мне кажется, можно и поменяться лайнами. Это не будет лишним. На Мид Лейде у нас Дэнди, который забрал Фёстблат. Против Афониджи. Выход пошел у нас на Афониджи. Уже здесь Урса. Клэп наконец-то дает здесь все-таки Артстайл. Ну и что? Это классический фраг. На ранних минутах выходит Артстайл в мид. И просто по дефолту забирает фраг на Мид Лейне. У Квапы в итоге счет становится 2-1. Артстайл еще мимо проходя похилил у нас Дэнди. Дэнди себя чувствует великолепно. Есть у него Нул Талисман. Сейчас уже летит Боттл. И все у Дэнди хорошо. Третий левел с копейками. Почти четвертый. У Афониджи только-только третий. Так, ну что у нас? Файт еще и на нижней руне. Горец в итоге забирает баунти руну. Она не так сильно ему была нужна, как хотя бы Реген. Хвост начинает нарезать Гадема. Артес вгрызается хвоста. Блин, пока что антимаг не юзал. И отходит отсюда. Две минуты прошло, 5 фрагов уже. Это гранд-финал. Это вам не сопли жевать на китайском дивизионе. Минески, Кэнси Уипс. Я не знаю. Арканус Гейминг. Вообще не к стриму будет сказано. Это Нави против команды Хелл Рейзерса. Это гранд-финал. И здесь все страсти кипят вообще до предела. У Квиннов Пейн уже имеется Боттл. И чуть-чуть совсем Дэнди остается до появления Бутсов Спид. Афониджи сильно проседает по ХП. Он отстает здесь по левелу. У Дэнди уже четвертый с копейками. Дэнди дальше за Афониджи. Шадоу Страйк по нему не дает стану на Скин Тавер. Скорее всего заберут здесь еще и Гадема. Неужели двоих можно забрать? Афониджи на лоу ХП. Афониджи здесь догорает. И Гадема тоже забирает команда Нави. Что вы делаете? Я совсем другое представление о Доте имел. Дота не делается так. Дота фармится до 45 минуты. А потом идем и сливаем всю игру. Неужели Доту можно играть таким образом? Нон-стоп ганки. Постоянный экшен на любой части карты. Артстайл пошел во вражеский лес. Вот вам пожалуйста. Ну, я не знаю тут как не глорить за эту команду. Правда удивительно хорошо играет Нави на данном этапе. Может быть я заведомо хорошо к ним относился. И ждал от них какого-то... Это знаете, это самый мощный камбэк вообще за всю историю Доты. Это не камбэк в рамках одной игры. Это камбэк в рамках трех лет наверное. Да, с Пупеем все было хорошо. Но Пупея уже не будет. А вот Артстайл как раз его время дотикало. И Артстайла вернули. И Артстайл возвращает Нави на свои позиции. Взаимная такая... Взаимная услуга за услугу. Кви про Кви. На топ-лейне Фанник 600 по голде имеет. Дредь четвертого левела. Фанник пятого с копейками. Горец на хосте за Санейка. Нашел себе слабого. Гонится за Санейка. Дэнди успеет ли подойти у нас к Горцу. В итоге отталкивает от себя Санейка Горца. Дэнди в это время пошел на Афониджи. Лучше сделать Блинкаут, потому что можно дико просесть по ХП. Уже недалеко у нас Артстайл. У Артстайла, кстати, полезные ребята с собой. Здесь, во-первых, Аура Дефа. Во-вторых, Стан от Кентавра. Просто надо поймать Афониджи. Гадем готовится зайти в спину Дэнди на мид-лейн. Дэнди уже на хэграунде. С одной совой. В спину опять заходит Артстайл, точнее, с Кентаврами. Афониджи просто в панике бежит на собственный Сикрет Шоп. И правильно делает, потому что сколько можно умирать. Уже два раза снайпер в миде у нас слился. Гадем заходит на хэграунд. И будут драться. Где Дэнди? Дэнди относительно близко. Соник Вейв есть у Дэнди. По Гадему. Гадем на лоу ХП. Грейв провязал на себя. Гадем. Горец прилетает сюда. Дэнди улетает. Улетает на собственную половину карты. В итоге просто разменяли у нас Артстайла на пустоту. В это время на топ-лей не забирают Дреда. Фаник на лоу ХП, но живой. РП провязал в Дреда. Дредд. А Дредд был без эхо слэма. Иначе Фаник бы у нас отъехал. У Фаника почти седьмой. У Дредда только пятый левел. Нормальный такой экшен. Пять минут сыграно. Девять фрагов. Хвост пока только один фраг имеет. Одно убийство без смерти. А вот что у Хвоста 7 на 0 крип стат. Это заставляет задуматься. И то, что Хвост у нас в итоге в транквил бутсы выходит. Это тоже заставляет задуматься. Мейн керри команды Нави не так хорош, как вся команда Нави. У Артеса 34 на 8. У Хвоста 7 на 0. И Хвост в панике отсюда в деревья убегает. Поменяйтесь местами. Пусть стоит против Дреда. И нифига вообще Хвосту не будет. Нет. Хвост продолжает здесь раковать на нижнем лайне. Но это его личное дело, в принципе. Нави продолжают давить дальше. Но я думаю, прекрасно Хвост понимает, что можно было бы и поменяться лайнами. Но, видимо, своя какая-то острота есть у команды Нави. Магнус получил 6 левел и, в принципе, мог бы освободить место. Против Дреда Хвост здесь бы отстоял. У Артеса уже есть фейсбуцы, есть брасер, стаутшилд и ринг оф протекшн. Чёрти что есть у Артеса. Так, в это время Магнуса развалили игроки команды Hellraiser. Санейка тэпаут как можно быстрее отсюда. Фиссура у Дреда лежит. И Дреда хаслеймил здесь по Магнусу. Поэтому Магнус у нас и умер. Хвост начинает пилить здесь Артеса. Подрезал немножко маны. Но, опять же, здесь первый мана-брейк. Сильно Артес не просядет по мане. Хвост начинает более-менее фармить. 14 на 0 у него. 38 на 10 у Фантом Ассасин. Даже шёпотом хочется это сказать. Данное сравнение по Крипстату. Хвост на пятом месте. Тут Артстайл скоро обгонит Хвоста. Это при том, что Артстайл вообще не фармит, а просто бегает у нас по лайнам. Дэнди надо делать бринкаут отсюда. Да, Дэнди это понял. По-быстрому улетел под собственный тавер. Вся игра сконцентрирована на центральной линии. Давайте смотреть, кто как фармит у Нави. Тысяча по золоту и полторы тысячи по экспириенсу. По фрагам они выигрывают 6-4. Но здесь Хвост проседает по фарму. По Найтворцу смотрите. 3200 у Артеса. 3252. 100 всего лишь для антимага. Проблемный ребенок такой хорошей команды. Хвост. Действительно чувствует себя не лучшим образом. Здесь Артес уже, в принципе, по фарму-то на первом месте. А хвосту еще вылазить и вылазить. Антимаг, конечно, имеет огромные темпы фарма. Но это после появления Баттлфьюри. Ну и хотя бы, хотя бы Баттлфьюри. Хотя бы. Ну есть подозрение, что здесь антимаг будет выходить в вангвард. Это горе вообще для команды. Смотрим. Санейка ждет, когда Артес у нас под тавер. Блин, конется. Артеса ловят. Хвост. Можно ворваться на Артеса. Но хвост убегает отсюда. На лоу хп антимаг. Дэнди. Соник Вейв у нас в Фантом Ассасин 7.4. По итогам файта подняли с одной Фантомки 420 и по экспириенцию 708. Но это мейн керри команды Хелл Рейзерс. Это самый богатый парень в составе команды ХР. Артстайл на лоу хп. Его здесь под шрапнелью забирают. Дальше еще погоня за Фаником. Фессура Фаника. У Фаника Скюера еще очень долго не будет. У Афонин же есть ульт. Фаник здесь умирает. Минус 2 делают ХР на топ-лейне. Потеряли своего главного керри на нижнем лане. Но в итоге умудрились забрать оффлейнера и забрать лесника команды Нави. 7.6. По золоту 730 заработали. По экспириенсу 1100. Это не та игра, которая была у нас только что. Тут мясом Нави не задавят. У них есть антимаг вместо Ликантропа. Никаких некров, никаких собак. Хвост в итоге покупает себе Пауэр Трэдс. Ну и что? Есть Ринг оф Базилус, есть Ринг оф Реген. Скорее всего Вавлатмен отправляется у нас антимаг. Обойдемся без вангвардов. Это прекрасно. У Дэнди Пауэр Трэдс имеется. Есть Нул Талисман, есть Боттл. Также Мэджик Лон для Дэнди. Пока по серьезным артефактам ничего. Дэнди у нас на первом месте по фарму. Обгоняет Артеса. У Артеса Ринг оф Аквилла. Брасер и Фейс Бутсы. Больше в принципе ничего интересного. У Дредда до Даггера еще собирать и собирать. Обычный Бутс оф Спид, Боттл, Дредд пока без серьезных артефактов. Хвост по-прежнему с одним фрагом, но зато не умирал. Хвост под Эмпауэром начинает здесь напиливать. А в принципе да, Баттл Фьюри здесь и не обязательно вообще антимагу. Если будет Владмир и постоянный Эмпауэр от Фанника, а Эмпауэр здесь 4 левела, вот так решили. Значит это не случайность. Антимаг у нас примерно так и планировался строиться по этем билду. Антимаг будет нон-стоп под Эмпауэром 4 левела от Магнусу. Не часто увидишь, чтобы максился именно этот скилл. Обычно это Шоквейф и Скьювер. Теперь я понимаю, почему... Почему антимаг и не планирует у нас выходить в Баттл Фьюри. Рецепт на Владмир уже приобрел. Осталось насобирать до... До... Мордип Маск. Ну нормально так сыпятся крипы. Хвост очень не кисло наваливает. 110 здесь бьет с руки, даже 120. И все, и у Хвоста сейчас будет Владмир. Большой дракон. И здесь один из дракончиков поменьше сухопутных. Появляется уже Владмир для Хвоста. Сразу же летит на базу антимаг. И... И все. И Владмир у него в руках. ПТ есть. Владмир есть. По фарму на третье место выходит у нас антимаг. 4200 у него. И совсем чуть-чуть уступает он Артесу. И серьезный артефакт уже есть у Хвоста. Как-то сложился, как пазл вообще у нас. Есть уже Владмир. А вот у Артеса и серьезных артефактов в принципе ничего. Фейсбуцы они тут должны быть. Рингов Аквила и Брасер. И Фантомка не может сильно бить с руки. У Фантомки нет Магнуса, который мог бы ее снабдить импавером. А Хвост будет фармить. Главное далеко не отходить от Фаника. А там по фарму все будет великолепно вообще. У Хвоста. И смотрим. Он уже на вторую позицию выходит. Опережает всех в составе команды Хелл Рейзерс. И только уступает Дэнди. Но совсем чуть-чуть. Сейчас и Дэнди еще начнет проигрывать Хвосту. Жесть. Терпел, терпел и дотерпелся. Терпение оборвалось. Все, выходи на лайн, забирай всех. Артес за Хвостом. Что-то не так подумал здесь Артес. Откуда левел у антимага? Откуда деньги? Откуда Владмир? Хвост Чужой Лес выфармливает на 12-й минуте. Вы вообще отдаете себе отчет ХР и что происходит? Блин, Дредду надо срочно собраться и как-то остановить. Потому что, ну, во что у нас превратится антимаг через 5-6 минут? Он фармливает Чужие Леса. Он выфармливает свои Чужие Линии. И он лишает команду ХР вообще всяческого фарма. А здесь опять же мультиспауны. И по многу, по многу Хвост забирает. Сейчас забирает здесь этих ребят и выходит на первое место. На миллисекунду он обогнал у нас Дроу Рейнджер. Просто жесть. Тот парень, который просто дичайший Сосалити устраивал на нижнем лине. В итоге сейчас у нас первый будет по Нетворцу. Вот это комбинация. Вот это, я понимаю, юзать скиллы Доты. Просто жесть какая-то. Хвост на первом месте по фарму. Никаких Баттл Фьюри. Просто выходит в Манта Стайл антимаг. Яша очень скоро появится. Главное, чтобы Фанник у нас не забывал им пауэр нон-стоп кастовать. Т1 на топ-лейне. Команда ХР падает. Все перемещаются на мид-лейн. Здесь фармит Хвост. Хвоста должны видеть. Горец его видит. У Горца есть Супернова. Хвост. Вот это привет на хай-граунде. Хвост успеет ли уйти отсюда? Хенд оф гад от Чена. Почему Хвост не улетает? Хвост у нас улетает, но на него опять же ульта от Снайпера Ассасинейт. В него Арт Стайл на лоу-хп Супернова под ноги. Или над головой у нас Арт Стайла забрали двоих игроки команды Хелл Рейзерс. Артес здесь и без... И без... И темов каких-то серьезных смог забрать. Героев команды Натус Винсер. У него 2400 уже на руках есть. Ему Баттл Фьюри, наверное, нужен здесь. Хотя можно выходить в те же... Это для фарма, разумеется. А можно обойтись и без этого. Упс. Но это крипа разорвало. Точно так же разорвало бы и Чена, если был бы здесь он. Артесу, я думаю, все-таки по стандарту надо идти. Появится здесь Башер, Доминатор и... Да и что угодно. И БКБ. И все. Иди сноси героев одного за другим. Снайпер в итоге забирает Тауэр. По фарму Нави скатились в ноль. По Экспириенсу тоже где-то к нолю движется команда Натус Винсер. Хэры очень классно провели последние полторы минуты. И остановили фарм Антимага. Это очень важно для них. Ну и какие-то шмотки уже должны для Фантом Ассасин появляться. Сейчас совсем немного, 50 копеек. И можно покупать себе Башер. На Санейка. Выходит здесь Артес. Стан сразу же пошел в Санейка. Ну, еще криты не проходили от Артеса. Санейка на лоу ХП. Феникс забирает этот фраг. 2900 есть у Артеса. Можно покупать Башер. Пока не приобретает. Фанник по Дреду. Риверс Полярити. Убежать отсюда Фанник не сможет. Хотя Фанник жирноват. Это Дэнди уже недалеко. Соник Вейв есть. Но все выстроились в линию. Просто бей. Антимаг пошел за Фениксом. Дредд без Эхослема. Перед смертью Дэнди юзает у нас Соник Вейв. Дредд на лоу ХП. Артстайл гонит его. Подшерпнули здесь Артстайл. Ладно. Файт разделился. Афониджи на лоу ХП. И хвост. Ульта в Афониджи. Все живы. Хотя на таких дичайших соплях Эры. Минус 4. В этом файте делает команда Хелл Рейзер. Дредда гоняет здесь Сатир. Но это вопрос времени. Сатир отправляется в таверну. Очень круто подрались. Хелл Рейзер. Не думаю что рассчитали. Скорее всего все таки повезло. Невероятно. И выигрывают 2000 по золоту. 1000 проигрывают Нави в этом фате. И 4000 ХР по Экспириенсу. По графикам ХР выходят вперед. 4 по голде. По Экспириенсу 4 с лишним. Тоже в пользу команды Хелл Рейзер. Это вот то за что. Лично я люблю доту. Если ты где-то не доработал. Есть даже в футболе такое правило. Не забиваешь ты. Забивают тебе. Вот и здесь. Не убиваешь ты. Убивают тебя. Где-то чуть-чуть Нави не хватило демеджа. От Суни Квейва Аквапы. От Мановой до Антимага. И живы остались игроки команды Хелл Рейзер. Они сразу же в обратку идут. И разваливают всю команду Нави. Минус 4 сделали в этом файте. И нормально так с вертушки. Отсадили команду Натус Винцер. Под смоком Хейры. Воспряли духом. Готовы дальше давить Навей. На Роху выходят. Под смоком. Афонин же бьет. Артес бьет. У Артеса уже есть Доминатор. Есть Митрил Хаммер. Готовится Артес выйти у нас в Блэк Кинг Бар. Как там Хвост? У Хвоста есть Яша. Есть Владмир. Больше пока ничего для Антимага не имеется. Одиннадцатый левел Антимаг. И Артес тоже одиннадцатого левела. Эйджис для снайпера. Афонин же забирает данный артефакт. Немножко совсем осталось для мидера. Немножко это мне переключиться на Курьера. Сэндж уже летит у нас для Афонин же. Афонин же Сашей Яшей. Выход на Магнуса. У Фанника до сих пор нет даггера. Восемнадцатая минута. И это печально для команды Натус Винсер. Но Фанник у нас опять же по скиллам вы видите. Не фарм был заряжен на ранних левелах. Он был заряжен в то, чтобы Хвост рано или поздно начал фармить. Горец куда вообще полетел? Как это называется? Санейка. Старается сделать тэп-аут. Его отсюда не отпускают. Доминейтинг уже для Артеса на Фантом Ассасин. Это серьезное оружие против команды Натус Винсер. И давать расформиться Фантом Ассасин это вообще печаль. Нави просто не вывезут всего этого. 7-14 они уже по фрагам проигрывают в два раза. По золоту Хэйры выигрывают 5. По экспириенсу 4,5. На мидлейн. Нави на восемнадцатой минуте наконец-то забирают Т1 по мидлейну. Или еще не забирают. Артес уже здесь. Готов влететь в Хвоста. Хвост блинкаут отсюда. И Тауэр буду дэнайт. Ой, как классно играют Ашеры. Все учитесь, как надо играть против Нави. Если вдруг случится вам играть против Нави, играйте так, как Ашеры в данной игре. Не играйте, как Ашеры в прошлой игре или как Виртус Про в первой игре. Играйте так, как Ашеры играют сейчас. Ай-яй-яй. Ну что, Чен у нас не так полезен, как был в той игре. Да, фраги были от Артстайл на ранних левелах. Но теперь полезность Чена у нас уничтожилась. Хотя, с другой стороны, вспомнить прошлую игру. Там Чен засиял вообще на небосводе доты только минутик 25. Там Артстайл начал давить просто как сумасшедший. Это при том, что Чен вроде как на седьмом левеле должен выходить и сносить все, что только можно. А там Артстайл уже, по-моему, 15 или 16 у него был. Был уже Аганим и только потом Чен... Нет, не был Аганим, а просто, да, куча артефактов. Так вот, Чен только к 28-й минуте начал пушить и мясом задавили команду ХР в хлам. Но проблема и разница с прошлой игрой в том, что команда Нави сейчас без Ликантропа. У них не будет, скорее всего, никаких Некров. То, что Некра тогда собирались для Артстайла, это только потому, что были уже. Сегодня Некра у нас на Ликантропе и просто мясом планировала давить команда Натус Винцер. В данном случае Чен не будет, я думаю, идти в Некров, это было бы лишним. Есть Мека, сейчас появятся Аркан Буцы, дальше появятся Аганим. Некрономиконы здесь не на кого собирать и давить Некрами тоже бессмысленно. Здесь надо контрить как-то Фантом Ассасин. Чем и как, пока непонятно. БКБ у Артеста сейчас появится и... Ну что, и Антимагу надо просто собирать Манта Стайл. По-моему, Алтимейт Орб уже летит. Да, есть Алтимейт Орб для хвоста в Курьере и... Есть рецепт на Мекку Артстайла. Я представляю, как Артстайл у нас крикнул на всех. Дайте уже принести себе этот сраный рецепт. Сколько можно юзать Куру. Есть Мека на Чине и остается совсем немножко Антимагу до появления Манта Стайла. Нагадема выходит по Т2. Сразу же 2 ТП сюда, Санейка надо лететь. Хвост отсюда успеет убежать. Санейка никуда не уйдет. Все, Санейка здесь оставляет шанс Хвосту избежать файта и уходит под Фонтан. Правда, не своими силами так получилось. 7.15 счет на данный момент. 500 по золоту Хэр зарабатывают в файте и 820 по Экспириенсу. На топ лейн выходит команда Хэлл Рейсерс. Они выигрывают по золоту, выигрывают по Экспириенсу, выигрывают по фрагам. Надо реализовывать это в преимущество по Тауэрам. Надо географически закрывать нави на собственной половине, не давать вариант вообще какой-либо спуститься с хайграунда. Ну это то, как вообще играется профессиональная дота, как я мог наблюдать. Дэнди просто посмотрел, как убили капитана его команды. Арт Стайл отправляется в таверну. Я просто в панике переключился сюда, увидел надпись Дэнди. То, что вижу, то и произношу. Вот Арт Стайлы в итоге развалили. Дредд без Эхослема, значит тут провязал. Ну что, Хвост пошел дальше за Дреддом. Соник Вейв никуда. Поднимает себя Ветра Шейкер. Дредд просто обалденно играет в данном моменте. И все блинкаут отсюда как только могли. Где Хвост? Хвост улетает у нас фармить собственный лес. А Дэнди без маны вообще в панике бежит отсюда. Ну и дальше погоня. Артес под фазами дальше за Хвостом. Нельзя здесь драться нави. Они просто сольются здесь. В итоге Дэнди оставляют у нас на милишной руне лежать. 7.17. Нави поплыли. Ой, как сильно нави поплыли у Магнуса. Есть Даггер, наконец-то. Для фанника этот важный артефакт появляется. Есть также ПТ, есть Боттл. Ну и все остальное по мелочи. Это не считается. У антимага есть уже Манта Стайл, Владмир. И у Хвоста сверху еще 720. Даже 1000 капает после этой пачки крипов. По фарму антимаг, тем не менее, отстает от Артеса. БКБ есть для Артеса, есть Доминатор. И в очном файте Фантом Ассасин против антимага я бы, конечно, поставил на... Хотя, подождите, а чего ставить-то на Артеса? Здесь есть Манта Стайл. Сильно будет гореть у нас Фантом Ассасин по мане. За счет Манта Стайла никакого Баттл Фьюри нет. Там попробую еще выбери, кого из хвостов здесь бить. Поэтому, конечно, да, антимаг здесь через Манта Стайл много чего полезного делает. Огр Клаб появляется для АЭМа. АЭМ будет у нас с Блэк Кинг Баром, насколько я понимаю. Куда еще деваться с Огр Клабом непонятно. А ну-ка, а ну-ка. Ну да, во что еще идти. Не будет же здесь хвост собирать Алибарду. Это было бы как минимум странно. Появляется Мейл Стром для Снайпера после Сен-Жин-Яши. У Артеса мы уже видели, что по артефактам 2000 сверху. У Дазла медальон есть. Есть ПТ у Феникса. Есть Вейл оф Дискорд. И также Транквил Буци. Ну и для Снайпера тоже мы все рассмотрели. Так, Дредд у нас последний, кто интересует. Дредд с Юулом. И Дредд с Блинк Даггером. Зачем Юул у нас в Корове, спрашивается. Собственно, вот, зачем вы видели последний Суник Вейв от Дэнди. Пролетел как раз между Циклоном, в который поднял себя Дредд, и самим Дреддом. То есть Дредда ни копеечки вообще не продамажил. Ульт мид лейнера команды Натус Винцер. Ну, Дредд шарит. Дредд шарит. Кто вообще сомневался в этом? У Антимага 1200 на руках после Манта Стайла. Ну и Хвост фармит очень круто. Он уже обгоняет у нас Артеса и дальше не планирует останавливаться под Эмпауэром. Хвост может себе позволить всю карту выфармливать. И чужие леса, и свои леса, и чьи только угодно леса. Санейка нарисовал у нас на карте вот эту точку, но, как вы видите, никого здесь нет. Санейка просто ошибся. У Хвоста появляется Огр Клаб и также есть Митрил Хаммер. Готовится выйти Антимаг в Блэйкинг Бар. Но это усиление по Хеллспоинтам, как я понимаю. Ну и от кого вообще? А что здесь? Чего избегать? Я не очень понимаю. Замедление или еще чего-то? Или Ассасинейт от Снайпера? Ну, по-моему, бьет. Да, бьет. Наверное, все-таки избежать станов от Шейкера. Дредд слишком хорош у нас на Шейкере. Последний день. У Дэнди уже есть БКБ. У Хвоста совсем чуть-чуть остается до Блэйкинг Бара. У Шейкера появляется Бутс оф Тревел. Дредд просто жжет сегодня. Он на четвертом месте. На третьем месте в своей команде уступает только Афониджи, Артесу и Хвосту. Так это Шейкер. Серьезный керри Шейкер. Дэнди могут здесь и оставить. Геосептер приобретает себе Дэнди. Пессура по голове. Дредд и не дали Дэнди вообще ничего провязать. Дредд не жалеет Эхослэмов. Очень круто отыгрывает в данном файте. Здесь опять же с ДД через Татэм. Вообще Квапу пополам разорвало. 8000 хэры по золоту. По экспириенсу они выигрывают 6000. И вот было и удали команды Нави в прошлом файте. Ничего вообще не осталось. Да, собственно, есть план Б. Есть антимаг. Когда антимаг у нас раскроет свои таланты, пока что непонятно. Хвост идет 1-2-1. Есть опять же Чен. Но Чен становится все бесполезнее и бесполезнее. Во-первых, здесь доминатор. Вот Фантом Ассасин. В файте можно любого выключать, забирать себе. Во-вторых, здесь элементарный дэмэдж от Фантом Ассасин. И в файте можно опять же выключать любого и каждого. Там с одного крита любой из зверушек Чена развалится. Дредд видит у нас Артстайла. Это битва капитанов. Посмотрим, у кого выдержки побольше. Дредд прошел под Вардом. Видит его Артстайл. Ну и здесь Артстайл, скорее всего, умрет. В итоге Артстайл у нас высвапывается Нейка. Отличный реверс полярити от Фаника. Артес на лоу хп не уходит отсюда. Начинают пилить здесь Супернову. Развалили также у нас Феникса. Дредд на лоу хп. Нави минус 3 делают. Теряют только капитана своей команды. Гаддэм за Санейка. Забрали Артеса. Это очень важно. Снайпер добивает при этом Венжи Фул Спирит. Дэнди на лоу хп. Хвост пилит Афониджи. Кто кого. Ультра килл от хвоста. Хвост погибает здесь от рук Афониджи. И Афониджи делает дабл килл. Забирает Гадлайк Стрик. И все это капает на хрупкие крылья Дэнди. По золоту Нави здесь выиграли с невероятным преимуществом. Квапа забирает за одного. Да не за одного. Тут еще за кого-то забрала. Но тем не менее. 1400 зарабатывает Дэнди на Квинов Пейнт. 1593 зарабатывает Хвост благодаря ультра киллу. Ну и все команды Хэйра отправляются в таверну. Это Тим Вайп от Нави. Нави возвращают вообще потерянные позиции. Проигрывали по золоту 8000. Сейчас проигрывают 6. Но это еще графики не обновились. Опять же пока в таверне отдыхали у нас игроки Хэйров. Нави фармили. У хвоста появляется Джевелин. Ну и готовится выйти в Башер Антимаг. Что потом будет с Фантом Ассасин не знаю. Хотя может это кстати и не Башер для Антимага. Возможно Хвост сразу пойдет в МКБ. Это прям обязательно здесь. Потому что как еще справляться с... Так а ну-ка секунду. Да. Как еще справляться с Артесом пока что непонятно. Здесь пассивка в 4 уже вкачана. Через этот блюд попробуй пробей. Ну глянем. Ну тут и Башер нужен и... И МКБ. И все Хвосту необходимое. Где на это все деньги брать? Пусть Хвост сам думает. Пока что он на первом месте по Нетворсу. 15000 для него. У него счет 5-3. А проигрывал был 1-3 если что. Нет 1-2 был. У нас Хвост 5-3 после этого файта. Ну очень круто подрались. Так вот. Хвост первый по Нетворсу. 15300 для него. На втором месте Артес. У него 12300. И у Артеса уже есть Башер. Вот и Хвосту я думаю не лишним будет прикупить данный артефакт. Совсем чуть-чуть остается до Башера. Да, рецепт уже есть. И совсем немного осталось до приобретения у нас Белт оф Стрэндж. Все, Белт оф Стрэндж может покупать Хвост. Готов Башер для него. 29-ая минута. Игра у нас постепенно подходит к Лейту. А команда ХР постепенно подходит к хайграунду команды Нави. Артес ловит у нас Шадоу Страйк. У Артеса есть Аегис. Просто так его не забрать. Он будет его разменивать и БКБ даже юзать. Я думаю не будет на ранних левелах. Ой, на ранних точнее этапах файта. Если вдруг такой будет. А Нави обязаны этот файт организовать. Потому что у них постепенно падают бараки. Здесь Апониджис в 3 километров стоит и просто напуливает. На то он и снайпер. Хвост с Башером с БКБ. Хвост у нас делает блинкаут. Уходит. Как? Что? Как? Что? Ничего себе блинкаут. Хвост делает. Это его Артстайл отправил под фонтан. Забирают. Ранжевой барак игроки команды ХР. Артес продолжает ковырять. Нелишный горец. Попадает в ревиз полярити. Дредд разультился. Дэнди разультился. Дредд летает в ветрах на лоу хп. Хвост живой. Развалили в итоге у нас Дредда. 2 в 2 пока что закончилась драка. За Санейка бежит Артес. Дальше Дэнди. Нет, Дэнди у нас в итоге оставляют. 3 в 2 подрались ХР. ХР сейчас очень хорошо себя чувствуют. Забирают нижнюю линию. Не убили Хвоста. И надежды для Нави еще пока имеется. Но Артес уже бьет просто как полоумный. 15 левел Артес. Дэмэджа тьма тьмущая. 200 с руки. Плюс криты. 340 процентов. Вы понимаете, что какой там Санейка вообще. Какой там Магнус даже. Со всем его жиром. Там сквозь жир пробивается. Великолепно. Ну Квапа выжила. И Хвост выжил. Это наиболее важная вообще вещь. И не самый лучший конечно РП у нас пошел от Фанника. Фанник кастанул РП в одного горца. Но горец и так здесь был не жилец. В итоге подрались в пользу команды Хелл Рейзерс. Они возвращают себе утерянные позиции. 7500 даже 8. По золоту выигрывают. По экспе 4000 для них. Врыв пошел у нас на Афониджи. Здесь Дэнди. Здесь Артес. Тоже на помощь своему мидеру. На лоу ХП здесь Хвост. Хвост бежать отсюда. Афониджи под Грейвом. Дэнди тоже надо отсюда убегать. Где ты Дэнди? Дэнди уходит отсюда. Но блинкаут лесами, полями. Быстрее валить отсюда. Хвост пошел мстить зверям. Вообще всем зверям в лесу. Плохой сатир. Но не сатир не дает выиграть. Не дает выиграть команда Хелл Рейзерс. Они очень хорошо укомплектованы. И они очень слаженно действуют. Шеры почувствовали вкус крови Нави и пока что давят, давят и продолжают давить. Десятка. По золоту для них. По экспириенсу почти 5000 в пользу Хелл Рейзерс. Антимаг в лейте сложно контримы. Но не будем забывать, что здесь Антимаг со стороны Нави, а здесь Фантом Ассасин со стороны команды Хелл Рейзерс. Если один на один где-то встречаться, да, я думаю, что Антимаг, конечно, разбивает у нас лицо Фантомки. Потому что собираются такие контр-артефакты, как Манки Кинг Бар и Башер и все остальное. И Манавоид. И если где-то зацепят через Манта Стайл и с нормальной скоростью атаки у нас Антимаг Фантомку, то Фантомка может просто из Баши не выйти. Точно так же, конечно, может и Антимаг у нас из Баши не выйти. Плюс два крита какие-нибудь от Ортеса залетят. Это да. Ну, почему-то мне кажется, что посильнее будет все-таки Антимаг. Ортес врывается на хайграунд. Ульта пошла от Афониджи. Ну что, готовы драться игроки команды Нави? Пора уже. Где хвост? Хвост от собственного фонтана готов идти к Ортесу. Ортеса до сих пор есть и тембилдия Эггис. Ортстайл на лоу хп. Пошла ульта от Дазла. Все такие крепкие-крепкие в составе команды ХР. На Дэнди прыгает Ортес. Дэнди еле-еле улетает у нас под собственный фонтан благодаря, опять же, Санейка. Очень вовремя высвопнул. Ну и у Дэнди реакция феноменальная. Через Геосептер умудрился спасти себя. Врыв на Ортстайла от Ортеса. Ортстайл на лоу хп. Крит проходит от Ортеса. Т3 падает. Квапа летит сюда и Дэнди может огрести здесь от Ортеса. Пока что Эггис до сих пор есть для Фантом Ассасин. Неужели Нави потеряли вообще всю удаль, которая была в прошлом файте. Ортес здесь в соло. Хвост решил в бок зайти. БКБ есть. Так, БКБ провязал у нас Ортес. Нет, Дэнди провязал у нас БКБ. Ортес готов еще драться. БКБ пока не юзает. РП у нас от Фаника по троим. Соник Вейв туда же. Минус Ортес уже сделали. У Ортеса пропала Эггис. Трэд у нас. Эхо Слэм вообще ни по кому. Минус 4. Горец. Горец последний вообще из Магикан здесь. И Карус Дайв есть. Хвост его не отпустит. 4 в 2 подрались. Хвост дальше за Гордцом. Удар. Еще удар по Гордцу. Дэнди здесь развалили. Тим Вайп от команды Натус Винцер. Попытались зайти на хайграунд. На Вейд. Такой вообще наглости На Ви не простили. Магнус. Феноменальный вообще реверсполярити от Фаника. Хвост был там же. И Дредд. Увезли у нас из-под Дредда. Всех, кого только могли увезти. В итоге Эхо Слэм в никуда. Ну что, где Файт Рекап, Дота? Сделай мне хорошо этим вечером. Где же... Где-где-где. Неужели я пропустил Файт Рекап? Наверное, пропустил. Ладно, посмотрим по графикам. Как там получилось. 10 проигрывали На Ви. Сейчас 5. По XP. На Ви проигрывали 3000. Сейчас 3.5 впереди. Как Ашерам же неприятно было здесь. И как не повезло в данном файте Артесу. Только-только с него слетел Аэгис. Я думаю, что На Ви именно этого и ждали. Они имели тайминг на Аэгис. И имели виды касательно команды Хелл Рейзерс. Только-только спал Аэгис. Дэнди дал скримов Пейн туда в толпу. И в итоге развалили у нас Артеса вообще бесплатно. Ну, это профессиональная команда. Кто не в курсе, это Нави. Они играют в доту на профессиональном уровне. У Антимага уже есть Абис Алблейд. Есть Манта Стайл. 2.600 на руках у хвоста. Пора собирать МКБ. У Арт Стайла на Чене Меккой больше ничего. Арт Стайл 0.8 идет. Но как-то не чувствуется. Арт Стайл много полезных вещей делает. У Санейка 1.7.10. Гем Арт Стайл приобретает у нас для Санейка. Поэтому можем ему зачесть данную покупку. Хвост пока ничего себе не покупает. Если что, оставляет на байбэк у Дэнди. Байбэк был проюзан, поэтому... А нет, байбэк уже есть у Дэнди. Что, готовится файт у нас опять под хайграундом команды Нави. Нет, Хэры передумали. Как-то в прошлый раз не очень понравилось. А Шэрам решили развернуться и пойти назад. Роха у нас появится через минуту. Даже меньше через полминуты. Ну и Нави могут, в принципе, и сами за него побороться. По золоту. Натус Винцер проигрывает 3000. По Экспе уже выигрывают 7. У хвоста есть все необходимое. Не хватает только МКБ. И, наверное, бабочки. Вряд ли у нас на Фантомке появится МКБ. Артес пока не лучшим образом фармит. У хвоста 22164. Что за черт возьми такое? 22000 у него, у Артеса 16400. Откуда вообще, куда ты деньги деваешь? Где эти деньги? Почему я не вижу тебя 22000 в запаке антимага? Хотя есть, да, 3000 сверху. У хвоста просто на руках наличкой. Не знаю, иди купи крипов вот эту пачку. Пусть идет, сносит собственный тавер. 22200. Охренеть просто. А до Рошана еще много, очень много времени. Хвосту нет смысла здесь чего-то ожидать. Минус деф пошел у нас от Дазла. Просто проверить, что там с Рошаном. Ну, в итоге хвосту просто порезали деф. А Рохи не будет еще 2000 лет. Очень долго ждать его. И хвост не знает об этом. Эмпауэр на хвоста. 2800 у него есть. Влетят в хвоста, разорвут его просто. Команда ХР на хайграунде, на Роху пока никто не заходит. Один хвост там стоит. Хвост ничего не боится. Правда, хвосту есть чего бояться. У него все 2000 хп. Там нормальный крит пройдет у нас от Артеса. И хвоста не будет вообще. Под смоком ХР будут заходить во вражеский лес. И попытаются со спины напасть на команду Натус Винцер. Фанник у нас среди елок засел здесь. Только увидит Артеса, я думаю, будет там. От Фанника уже был один крутейший РП. Ну что, должны видеть Артеса. Видит Артстайл у нас Артеса. Видит Санейка. Артес за Артстайлом. Фанник, где ты? Фанник у нас просто убегает. Фанник быстрее делает ТП-аут. В итоге забрали только Артстайла. Санейка убегает у нас от Горца. Санейка, скорее всего, здесь может и умереть. Хвост в это время фармит на нижнем лайне. Но это его личное дело, пускай фармит. ДД для Антимага. Теперь можно подраться. Правда, Эмпауэра нет. Фанник слишком далеко у нас укатился. Врывается у нас на Афонидже Хвост. Снайпера должны разрывать. Не побежит же дальше Антимаг. Но это был бы вообще перебор. Хотя, опять же, о ком я говорю? Это Хвост. Он может побежать куда только угодно. Дальше за Горцем. Горца убивают. Не пожалели здесь Соник Вейв. В итоге еще и Риверс Полярити от Фанника по двоим. Под Эмпауэром Антимаг по Артесу. Артес начинает в ответ пилить. И Артес у нас под Грейвом может Хвоста развалить. Надо как-то закатить у нас Артеса. Антимаг, блинкаут отсюда. Дэнди на Артеса. Один крит. Все ХП от Дэнди. Дредд на Хвоста. Эхо слэм по голове Хвосту. Хвост разваливается. Вот это Ашеры на паузе сыграли. Вот это я понимаю уровень. Глеб Бажер, он же Фанник, здесь скорее всего останется. Афонид же должен увидеть Артес за ним. И это минус три. Это даблкилл для Артеса. Как же охренительно сыграл Артес вместе со всей командой ХР в данном моменте. Они просто... Дэнди уже верил, что один несчастный удар пройдет у нас по Артесу. Артеса развалится. А потом один крит от Фантомки. И Дэнди просто-напросто не стало. Фулл ХП Дэнди остался на таком дичайшем лоу ХП. Там 12... Я не знаю, 12 хеллс-поинтов. Если осталось у Дэнди, то хорошо. Просто за один удар снести вообще башку Квапе. Одну из самых красивых в доте голов, прошу заметить. Короче говоря, срезал. Артес просто не почувствовал вообще мидера команды НАТО с Винцер. Да, Дэнди по-прежнему... Ой, хвост по-прежнему на первом месте по фарму. Но Артес начинает себя чувствовать все увереннее. Абисал Блейд появляется для Фантом Ассасин. Есть Сатаник, есть БКБ. А Эгис не спадает у нас с Артеса практически. Точнее, не уходит у нас никому, кроме Артеса. Да, команду ХР здесь проперло дико вообще в файте. Ну и что, приятно? Ну не приятно, а интересно. То, как на паузе Ашеры выждали. Оттянули на себя всех игроков команды Нави. Дождались, пока хвост сделает блинкаут. А потом туда, на этот блинкаут, залетает Дредд с фулл раскастом. Да, в одного хвоста. Да, Эхо Слэм дается вообще во многих героев или крипов. Но это не так важно, когда надо убить главную цель. Главной целью был хвост. Хвоста развалили. Ну, Дредд играет очень круто на оффлейн героях. На том же оффлейн шейкере очень круто. Смотришь пабы Дредда, Дредд играет не очень круто. Смотришь профессиональные игры, у Дредда все великолепно получается. Хвост, пошел по мидлейну. Где Эмпауэр? Есть ли на хвосте? Нет. Хвост у нас справляется на собственный фонтан. Атимак готов сражаться за свои товара, за свои бараки. Артстайл на лоу хп. Дазл у нас. Откуда Дазл вообще кастует? Так, хвост у нас влетел. Манта Стайл проюзал на лоу граунде и улетает к себе. Артес под БКБ сбивает у нас Саэгис Артесу. Вся команда Нави жива. У хвоста еще до сих пор есть Абисал Блейд. Артеса развалили. Хвост не юзал Абисал Блейд. Разваливают здесь горца. Хвост рассыпается просто от Дредда. Еще один чудовищный эхо слэм. Выкупается хвост дальше за всей командой ХР. Хвост Дредда должны увозить назад. У Фаника нет скьюера. Поднимают ветра и хвост здесь ждет, в принципе, когда Дредд у нас вернется. Афонинж уже стоит, расстреливает здесь антимага. Непонятно, бежать или остаться на месте. Фаника под фиссурой. Разваливают хвост. Гадема впилил здесь Абисал Блейд. Хвоста развалят. У хвоста нет байбека. В итоге Шейкер забирает антимага. Дредд просто золото вообще для своей команды. Команда Natus Vincere не выдерживает всех этих обломов, всех этих недоработанных моментов и разворотов от команды Hellraiser. Дредд со своей компанией просто умницы. Великолепно вообще высушили данную игру. Перетерпели этот нелегкий олигейм, когда Na'Vi давили на Мидлейне, когда расковыривали у нас беднягу Снайпера и мучили. Переждали. И в итоге Снайпер вместе с Фантом Ассасин и вместе, конечно же, с Шейкером 21-го левела. Топ-левел в своей вообще команде. Расковыряли не кого-то там, а Natus Vincere. Ну что, поздравляем ХРов. У нас 1-1. И вопрос данного гранд-финала решится в последней катке. Это, собственно, матч, который решит, кто будет победителем СНГ-квалификации. Ну что, микрофон от Друг. Это студия Игрокам ТВ. Прошу не забывать. Я вас все-таки не забываю. Ну и нажимайте фоллум на нашем Твиче, чтобы в дальнейшем иметь возможность смотреть все наши касты. Работаем в поте лица, стараемся и стараемся сделать все как можно приятней и комфортней для каждого зрителя. Ну и, конечно же, заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее и на канал Ютуб. Там все воды данного матча тоже появятся немножко попозже. Все, пойду отдышусь, выпью горячего чая, верну горло в прежнее состояние и услышимся уже на третьей катке до связи.